Принять участие в референдуме граждане Беларуси могли с 22 февраля, когда началось досрочное голосование. По предварительным данным, в Брестской области в нем приняли участие 44,98% граждан. Высокая активность в этот период, отмечает председатель областной комиссии по референдуму, во многом связана с эпидемиологической ситуацией. Также, добавил Александр Коляда, средства массовой информации предварительно провели масштабную работу по информированию граждан. Всего в регионе работал 851 участок досрочного голосования. Пришло на досрочное голосование, потому что в воскресенье не получится проголосовать. А я считаю, что проголосовать, но принять участие в голосовании – это гражданский долг каждого гражданина республики. Мы выбираем будущее свое и будущее своих детей. Я считаю, что каждый гражданин республики Беларусь должен принимать активное участие в жизни нашей страны и принимать решения. В основной день голосования, 27 февраля, свой выбор граждане могли сделать на 883 участках области. Всего в общих списках по области были зарегистрированы 975 642 человека. Из них почти 79% воспользовались своим избирательным правом во время референдума. В областном центре на референдум пришли более 73% граждан. Некоторые из них впервые приняли участие в голосовании. Я знала, что 27 числа я пойду голосовать, и никак это не повлияет на то, что у меня день рождения. Все равно надо прийти и выполнить свой долг. На открытых участках для голосования в основной день референдума работала выездная торговля, были организованы концерты. За ходом референдума и его соответствию избирательному кодексу следили наблюдатели, в том числе и зарубежные. Александр Каледа отметил, что в областную комиссию по референдуму письменных жалоб не поступало. То, как здесь проверяются и идентифицируются избиратели, а именно предъявляют документы, я думаю, что как это делается здесь, лучше сделать просто невозможно. Я ознакомилась с пунктами принятия референдума, а также с самим документом. Конечно, поверхностно не настолько глубоко, как могла, но некоторые пункты я все же изучила, изучила и поняла, что сегодня это достаточно широко обсуждается в народных массах, и я это очень высоко ценю. Принять участие в референдуме могли пациенты учреждений здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в стационарных условиях. Всего в области функционировало 32 закрытых участка. Также было организовано голосование для граждан на дому, в том числе и для тех, которые находились на самоизоляции или больничном листе с коронавирусной инфекцией. Мы находимся в одноразовых ПЧК костюмах, соответственно, все меры предосторожности, которые мы соблюдаем в инфекционном отделении нашей больницы, такие же меры предосторожности принимаются и к этим пациентам на дому. Бумага, а также наш ящик для голосования проходит облучение кварцем, после того, как мы принесем их на избирательный участок, а также обрабатывается специальными антисептическими растворами. По информации областной комиссии по референдуму, за внесение изменений в Конституцию проголосовали 64,21% участников лебисцита. Против высказались 7,74%. 6,9% бюллетеней признаны недействительными. Александр Коляда отметил, что озвученные цифры на данный момент – это предварительные итоги референдума. Буквально сегодня районные, городские, территориальные комиссии привозят нам уже официальные протоколы в областную комиссию. Завтра, 1 марта, состоится заседание областной комиссии, на которой будут подведены официальные итоги Побрестской области. Да и предварительно на четверг, 3 марта запланировано заседание Центральной избирательной комиссии, где будут уже подведены официальные итоги голосования на референдуме по стране. Напомним, согласно законодательству, референдум считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины граждан, имеющих право участвовать в голосовании. Решение о внесении изменений в Конституцию считается принятым, если за него проголосовало большинство граждан, внесенных в списки для голосования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова